Всем привет, сегодня у нас на обзоре будет интересная игрушка, это Epson 5400, я купил его бэушный для одного клиента, но ошибся с фокусным расстоянием из-за того, что клиентов было много. Но я не разочаровался, мы нашли ему другой, а этот я пока оставил как бы себе, но он уже по сути продан. То есть на нем наработка примерно 100 часов, я купил его у одного предпринимателя, который практически его не использовал. Поэтому сегодня обзор будет очень интересный, он как бы в домашних условиях, я вам кое-что расскажу, что такое яркость. Так что не выключайте и смотрите дальше. По ссылочке в описании сможете найти мой контакт и если что, также купить консультацию у меня 1000 рублей, либо 10 евро, все зависит от того, где вы живете. И также я теперь скооперировался с компанией DLD в Белоруссии и в России, вы можете проекторы купить у нас, получите максимально наше обслуживание, гарантию и все остальное. Так что ссылочки на все в описании. Первое, что я хочу сказать, обычно на Epson жалуются, что они очень шумные. Но я смотрел его в эко режиме, здесь на 100 дюймовом экране и могу сказать, что уровень шума в упор 55 дБ. Для меня это очень тихо. Да, это не самый тихий вариант, если мы сравниваем его с какими-то китайцами, такими как XGIMI. Тут будет пошумнее. Но я его лично не слышал, когда использовал с колоночкой JBL. То есть вот для меня это вообще не было шума. Когда я включаю его на максимальный режим, тогда он показывал мне 58 где-то в упор. На расстоянии метра он показывал примерно 40. Поэтому в эко режиме я даже не стал замерять на расстоянии метра, так как шумомер просто ниже в Калуге не показывает. Шум это вибрация, а не как бы само по себе пищание, которое мы обычно слышим и воспринимаем как шум. Ну то есть вроде бы не громко. В эко режиме мне он очень нравится. В максимальном режиме дома вы скорее всего использовать и не будете, если может быть только днем. Так что я больших проблем в этом не вижу. На передней части у него есть решетка, где выходит теплый воздух. Ни в коем случае вообще здесь не закрываем. Оптика, которая закрывается шторкой. Также у нас есть регулировка зума. И можно увеличивать и уменьшать картинку, что очень удобно. И есть ручная трапеция, но с помощью матрицы довольно удобно. Кнопки управления. На задней части у нас 2 HDMI, работают хорошо. Задержка 26 миллисекунд, проектор для игр однозначно подходит. VGA, USB для сервис-центра, просто USB для флешки и аудио-выход. Вход под пульт, инфракрасный пульт, работает вообще обалденно. И если что, через HDMI соединяется с ТВ-приставочкой и можно ТВ-приставкой управлять этим пультом. Вход под питание, один динамик. Звучит неплохо, не самый крутой звук однозначно. Но мне не нравилось, что я слышу, когда ты его используешь, этот динамик, слышно было, как диафрагма немножко звенит. Мне это не нравилось. На нижней части у нас есть ножки. Они выкручиваются, если что. Здесь еще вот, как бы, должны быть две ножки. Но это крепление для штатива. И здесь есть ножка для трапеции. Довольно легко все настраивается. Каких-то проблем у вас больших не будет со всем этим. Так что вот такая вот игрушка. Сейчас, когда буду рассказывать вам про картинку, расскажу про его контрастность и все остальное. Вот что у нас получается, когда проектор стоит 2,70 от экрана. Как я уже и сказал, у него есть оптический зум. И мы можем картинку сделать меньше. Именно с помощью оптики, а не с помощью матрицы, как мы делаем это на проекторе 1LCD. И здесь это очень удобно. Плюс к тому же, когда проектор вы постоянно меняете, то вы можете конкретно подогнать размер экрана. То есть его можно поставить дальше, для того, чтобы получить ту же самую картинку, которая сейчас по размеру. Что мне очень нравится в этих моделях. Сейчас у него примерно стандартные настройки, которые мной настроены. И он показывает примерно 800 анси люмен. Это хороший показатель для этого проектора. Тем более, это режим кино. Я не включал максимальный режим для того, чтобы там что-то замерять. Так как проектор этот брался конкретно для кино. И это изображение очень хорошее. Когда я включаю нормальный режим, тогда он показывает где-то 1200. Чуть больше может быть. Это тоже уже очень много для этого помещения. И самое важное. Я всегда говорю, что в домашних условиях больше важен анси контраст. И вот здесь из-за того, что помещение светлое, домашние условия у меня получилось 30 к 1. Это очень мало. То есть это изображение, оно темное. И здесь контраст будет скорее всего побольше. Но в светлых сценах из-за того, что много белого света, то на экране вы не видите практически черный. Он становится серым. И я вам постоянно об этом говорил, что лишняя яркость не нужна. Были бы здесь идеальные условия, как у меня в студии, скорее всего, картинка была гораздо интереснее. И не была бы такой светлой. Но это изображение мне лично нравится. И я бы его выбрал для себя. Мне нравится, что он лучше, чем 5.650, который у меня был тоже в студии. Но я не снимал на него обзор. Там черный был синий. Здесь он нормальный, как и на любом нормальном проекторе. Вот это мне реально нравится. Для тех, кому нужен более глубокий, черный нужно брать другую модель Коэпсона. Но здесь вот сейчас сработала диафрагма и получается хорошее изображение. Когда не работает автодиафрагма, то у нас примерно 400 к 1 контраст. То есть он ничем не отличается от любого китайца. DLP, либо один LCD стандартный. Вот Чанхонги, Икжими, которые на LED лампах, они все дают примерно такой контраст. Когда мы включаем диафрагму, то есть там зажимается немножко поток света, когда у нас темные сцены. Тогда у проектора 800 к 1 у меня получился контраст. Это уже более интересно. И вот как раз таки в темных сценах это очень круто. Черный становится реально глубже. Сейчас покажу вам меню проектора и мы посмотрим, что получается. Вот настроенный мой как раз режим. И я покажу вам, что происходит, когда мы, например, включаем динамически. Это самый яркий. Этот режим я не замерял, потому что это для презентации. Он превращается как будто в HDR и картинка мне реально не нравится. Вот кино яркий. И смотрите, мой. Вот так она светлая. Это то, на что способен проектор. Это то, что они настроили. Вот в этом режиме мы теряем детализацию в тенях. Здесь мы все видим. И вот разница в изображении. И так постоянно получается, как бы нас обманывают. Так, громкость я сделал, что-то не то нажал. Так, захожу обратно. И вот еще есть нейтральный. Нейтральный будет получше, мне кажется, чем яркий. Потому что, когда ставлю яркое кино, он дает более насыщенное, то есть более неправильное изображение. Нейтральный, хороший, но вот это то, на что способен проектор. Поэтому мы и будем этот режим все время использовать. Потому что мне хочется показать вам максимум, на что он способен, этот проектор. Так что, если что, можете попробовать повторить эти настройки. Но я бы, конечно, не советовал, потому что я их настраивал именно под это помещение. Температура цвета мне нравится, когда, если честно, стоит двоечка. Он такой становится более желтый, более киношный. И тогда глубина изображения еще больше. И глаза еще меньше устают, особенно вечером. Когда, чем больше желтого вместо синего, тем лучше будет изображение. Вот, реально, вот это клево. Ну вот, если вы хотите более, как бы, натуральное, то это это. Но любое кино, оно обычно уходит в желтый для того, чтобы контраст еще увеличился. То есть, глубина изображения. Здесь прикольно, когда ты включаешь какой-нибудь огонь, ставишь эту теплую картинку. Ощущение, что реально здесь камин. Так, выхожу отсюда. Дальше у нас режим. Есть компенсация движения. Я в кино включал. Мне этот режим не понравился. Но он понравится людям, которые любят эту плавную картинку. Потому что он сразу же превратился просто в театр. Плюс еще, к тому же, я его в кино использовал на 24 кадра. То есть, с приставки по HDMI шлоу на проектор 24 кадра. И картинка мне нравилась. И когда я включал эту компенсацию движения, то проектор просто превращался в театр. Мне такое изображение не нравится. То есть, я не могу ощутить реальности происходящего. Дальше улучшение изображения. Это для тех, кто любит upscale. То есть, кто смотрит 720, например, какое-то качество. Тогда можно, например, включить пятый режим. И он поднимает резкость. И детализация как бы появляется. Но это, опять же, не четкость. Это просто резкость. Я люблю, когда четкое изображение. То есть, вот здания были на переднем плане. А все, что дальше, было размыто. И так я люблю смотреть. Когда мы ставим этот пятый режим, вы можете побаловаться. По умолчанию он ставит второй. Но я бы так не делал. Поэтому мне нравится, когда выключено. То есть, те объекты, которые должны быть в фокусе, они в фокусе. Те, которые не должны быть, они должны быть размыты. И когда мы поднимаем резкость, то все становится четким. И нет глубины изображения на этом проекторе. Но я думаю, что и на любом другом. И еще вы там могли сами вручную что-то настраивать. Здесь есть гамма. Можете побаловаться по свое помещение. Если что, сделать посветлее или потемнее детализацию. Настройки цвета я не делал. Потому что это не имеет здесь никакого значения. Потому что чаще всего тут несколько видов. Получается бежевый обой и белый потолок. Плюс серый пол. И скорее всего, это было бы странно, если настраивать. Да тем более, здесь изображение по умолчанию очень хорошее. Я бы тут ничего не делал. Для простого пользователя не имеет это никакого смысла. Если делать это, то только на более дорогих игрушках. Вот смотрите, сейчас включу максимальный режим яркости. Это уже слишком ярко. Я прикрыл как бы камеру. Вы можете не увидеть. Но мне сейчас начинает не только луч света слепить, но и само отраженное изображение начинает слепить. Особенно вот были. Вот листья сейчас, да, слишком ярко. И здесь вот этот получается антиконтраст при такой яркости. 30 к 1 это очень мало. У 1 LCD какого-то 100 с чем-то к 1 из-за того, что яркость меньше. Вот поэтому я всегда и говорю, покупайте проектор под условия. А не под ваши хотелки. Итак, выходим отсюда. И дальше у нас есть... Я использовал вот диафрагму. Когда у нас темная какая-то сценка, он закрывает, и черный кажется глубже. Когда выключено, тогда он все время показывает один и тот же контраст. То есть 400 к 1 везде. Если мы включаем диафрагму, то это 800 к 1. Так что обращайте внимание. Но антиконтраст никак не меняется. Потому что он рассчитан на белое к черному. И здесь вот получается 30 к 1. Что в принципе очень мало. Дальше у нас есть еще настройки сигнала. Есть 3D. 3D не проверял, потому что нет очков. Соотношение сторон. Невидимая область. Дополнительно тут как бы... Но эти настройки я бы не стал трогать, потому что это вам не нужно. Связь HDMI, громкость, коррекция. Трапеции. Это можно сделать прямо на самом проекторе, чтобы не лазить здесь в меню. Русский язык, как видим, присутствует. Информация. Сейчас покажу вам, сколько часов он отработал. Я его, конечно, побаловал. Было чуть поменьше. Но сейчас 129. Он практически новый. Вот я просто рад, что купил его и протестировал. Единственное, было бы клево, если бы я его купил с нулем и сейчас бы протестировал. Очень интересно, насколько же лампа села. Вот эти разговоры на форуме тоже постоянные есть. Я бы хотел, конечно, это узнать, но не знаю пока. Вот так вот тут. И мы можем еще потом сбросить настройки. Так что все. И могу показать уровень громкости. В принципе, это такой дешевенький звук проектора 1LCD. Но это здесь не важно. Этот проектор создан для того, чтобы показывать картинку, проводить презентации и смотреть на нем кино. Это не самый киношный Epson, так что есть лучше. Но эта модель однозначно для клиента будет стоить своих денег. И он нереально сэкономил из-за того, что купил этот аппарат. Мне лично он очень нравится. Как он показывает. И самое главное, что глаза не устают. Четкость изображения гораздо лучше, чем на 1LCD. И мне нравится, что здесь все-таки, мне кажется, четкость получше, чем на матрице 0.4.7 от DLP. Но я могу ошибаться. Все зависит от того, какая оптика. Здесь, видимо, оптика все-таки стоит получше. И поэтому само это изображение мне нравится. Он подходит для любых, получается, случаев. Для кино, для презентации, детям мультики показать. Можно днем смотреть. И можно делать на нем все, что угодно. То есть, и играть. Однозначно мной рекомендуется эта моделька, если вы покупаете его в районе 50 тысяч бэушный. Дороже я бы, наверное, скорее всего не платил. Хотя все зависит от того, насколько он новый. Вот примерно такая вот игрушка. Задавайте вопросы. Я надеюсь, все, что я такое самое интересное, я рассказал. Просто больше нечего болтать. Нечего здесь такого презентовать. Модель довольно старая. Но ссылочки на все в описании. Приятного просмотра кино на большом экране. И также игр. Пока.